Люди имеют в жизни разные приоритеты. Для одних это работа, просторный дом, лучше за городом. Для других – престижный университет. Кто-то хочет разъезжать на дорогом автомобиле, мотоцикле, путешествовать по миру. Есть модницы, которые признают одежду только от знаменитых мадриеров. Любители вкусно поесть не представляют себя без возможности пойти в популярный ресторан. Однако чему бы в жизни человек не отдавал предпочтение, будет ли это важнее собственного здоровья. Однажды позвонил знакомый. После нескольких дежурных фраз спросил, «А где вы лечитесь?» «А ты считаешь, нам надо лечиться?» «Нет, не в том смысле». Уловив неоднозначность вопроса, он стал извиняться и объяснять. «Представляете, я в поисках семейного врача был у троих, и ни на одном не остановил свой выбор. У первого место, где он принимает больных, это даже не комната, а какая-то кладовка без окна размером полтора на два. Единственный стул для посетителя. Самому сесть уже негде. Ко второму надо записываться заранее и ждать приема 7-10 дней. Третий и вовсе заявил, у меня достаточно больных. Хотя если кроме карточки будешь платить ежегодно по 120 долларов, то возьму». А мы на днях встретили соседа. Совсем недавно видели его на велосипеде, а тут смотрим, ковыляет с костылем. Валентин, что случилось? «У меня была авария 2-3 недели назад. Скорая помощь пришла очень быстро. Они взяли меня в это линейку, очень быстро отправили в Сент-Джозеф хоспитал. Я надождал 3-4 часа, что-то люди... Позовет меня за X-ray. Сейчас мы знаем H1N1 вирус. Очень опасно. Если мы пришли не болны от этого вируса, может быть, мы выходим из больницы, заболели от этого вируса, от этой болезни. И я думаю, другое дело, что это нехорошее, это очень большой паркинг, где-то мы надо заплачивать за паркировку машины. За 2-5 часа паркировку мою машину, я надо заплачивать между... Или мои родственники, которые пошли, надо заплачивать между 10 и 25 долларов. Думаю, это нечестно, нехорошее, потому что паркинг принадлежит на больницу. И мы там что-то лечимся, мы там не пришли за удовольствие. Мы там не пришли на кино, мы там не пришли на ночное заведение что-то развлекаться. Министерство здравоохранения «Онтарио» обнародовало факты, что пациенты с серьезными проблемами здоровья тратят в среднем 13,5 часов на прохождение через скорую. Даже простые случаи требуют более 4,5 часов. Поэтому министр поставил задачу сократить время ожидания и обслуживания до 4 часов для простых и 8 часов для более сложных случаев. Важную роль в решении этой задачи играют частные клиники. А вот где и как найти подходящую? Это часто становится проблемой. Поэтому мы решили посетить несколько из них. Сегодня расскажем о лучшей из увиденных. Это поворот с улицы Джейн к зданию, где находится центр здоровья. Удобный подъезд, большая бесплатная стоянка для машин, новое здание. Заходим. Просторное помещение, кругом стерильная чистота, никаких очередей. На вопросы Анны Никитиной о том, какие услуги оказывает центр, отвечает медицинский директор клиники, доктор Налин Алувалия. Почему мне стоит прийти в вашу клинику, а не в скорую? Это клиника для людей, у которых проблемы со здоровьем не самые серьезные, но тем не менее требующие обращения в скорую. Это не для пациентов с болями в груди или с сердечным приступом. Но если у вас травма, возможен перелом или нужно наложить швы, с этими проблемами зачастую приходится провести много часов в отделении скорой помощи. Мы же можем помочь вам здесь. Также если у вас кашель, простуда, грипп, инфекция, если у ребенка температура, можно привезти ребенка к нам вместо того, чтобы часами ждать в отделении скорой помощи. Также если вам нужно сделать рентген, получить первую помощь при травме, наложить швы, все это мы делаем здесь. И у вас есть все необходимое. Если нужен анализ крови, мы можем взять кровь на анализ и послать ее в лабораторию. Вдобавок мы можем направлять пациентов на рентген, ультразвук, другие типы тестов и получать для вас их результаты. Насколько городу Вон нужен этот центр экстренной помощи? Вон – самый большой город в Канаде, не имеющий больницы. Его жителям нужно место, куда можно было бы обратиться в случае проблем со здоровьем без многочасовых ожиданий в отделении скорой. Это помощь пациентам, нуждающимся в услугах, которые они не могли получить в других местах. Если я приду сюда, как мой семейный доктор будет знать, что я обращалась к вам и что со мной было? У нас есть возможность по вашей просьбе пересылать семейному врачу информацию о визите. Если мы заказываем лабораторные тесты или рентген, мы также можем отсылать результаты вашему семейному доктору, если вы хотите. И очень важный вопрос – покрывается ли это ОХИП? Да, покрывается. Достаточно взять с собой карточку. Если вы принимаете лекарства, их тоже стоит принести с собой. Все, что покрывается ОХИП в больнице, покрывается и у нас. Вдобавок, мы предоставляем и другие услуги, включая подгонку костылей, накладывание шин, гипса, и все наши доктора зарегистрированы в Workplace Safety Insurance Board. Так что мы работаем и с производственными травмами. Если мой семейный врач в отпуске, у него выходной, или он просто слишком занят, чтобы принять меня, что тогда? Мы можем принять вас здесь. Мы здесь не для того, чтобы заменить семейного доктора. Мы за то, чтобы он у вас оставался. Но если он занят, мы можем принять вас вместо него по несложным вопросам, включая продление некоторых рецептов для проверки давления, а также если у вас простуда, температура или грипп. А если доктор в вашей клинике выпишет мне лекарство, могу я его получить сразу? У нас на месте своя хорошо укомплектованная аптека, поэтому лекарства по рецепту можно получить еще до того, как вы покинете клинику. И какое у вас расписание? Мы открыты 7 дней в неделю, с понедельника по четверг с 8 до 8, в пятницу с 8 до 6, а по выходным дням с 10 до 2. Из информации доктора видно, что в центр может зайти, как и мы, любой человек без предварительной записи, чтобы обсудить со специалистом проблемы, возникшие со здоровьем, и найти их оптимальное решение.